кошмар какой-то всем привет с вами джага и такие прикупил монохрома и буду потихоньку проходить вот какой-то новая студия с предоставляет нам обратите внимание на змей красно-бело-черный змей воздушный змей который запускает брат младший брат нашего главного героя то есть это как бы намекает на немецкую германскую империю или что там была немецкая республика в общем вот такое что-то в а так он есть что-то поменялось вообще вот и не знаю то есть так нету а так есть окей даже не знаю стоит ли вот так пускать ну пускай будет в общем идем сначала такое обучение как чего нажимать а мы видим тем временем как брательник запускает змея где-то там на заднем плане о ну вот цепляйся такой вот напрямую то что до самого края и еще раз сделает и тогда получится смотрите брат нормально ходит никаких проблем так что зачем он упал и да засмотрелся на брат оказывается на даже по верху тут по веревке этой непонятно зачем она вообще тут ну есть ходьба по веревке меня конечно радует локализация турецкого производителя ну хоть такая есть так опять же мы видим плакаты они слегка подертые ну понятно что это что-то типа из параллельной вселенной как бы могла развиваться история в стране похожий открытые достижения new beginning вот так вот от ничего просто так достижение это хорошо ладно идем общем по кукурузе за змеем за братом кстати змей какой-то корявый смотрите вот веревочка не совсем совпадает с этим сосредоточением веревочек от змея в общем ладно криво как есть что поделаешь ай вертикально синхронизация по-прежнему не очень прошли мы кукурузное поле вышли какой-то чурбан какая-то дорога да это опять же повозка сеном брикеты сена упала почему-то тут лужа какая-то откуда непонятно в общем фермерская зона где жили наши братья на берегу моря ну вот и собственно заставочка игры то вот там на заднем плане какая-то вот такой красный плакат или что мышка не двигает поэтому ну вот 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 там вот вот здесь непонятно надо будет рассмотреть потом идем дальше ничего нового ну простые прыжки эту часть уже видели я думаю насильно не изменилась топор ветрячок ну и сейчас брат вероятно упадет так и есть вот начиная отсюда он немножко сломал ногу и что теперь делать те же меня смущает то брат сейчас старший смотрит наверх на змей на змея наверное он тоже должен упасть в смысле брат ну потому что смотрит наверх на змея они на дырку так помнится там есть ачивка что можно как-то освободить змея хотелось бы попробовать но как не достает ничего поставить нельзя ничего никуда забраться тоже тут не получится ну разве что где-то аж на крышу посмотрим что ли изменилось что-то внутри здания проверить как даже это делается правда какая-то штукенция есть можем использовать как то думаю нет ни control ни shift ни пробел ничего не действует alt тянуть тянуть нечего может что то можно тянуть отсюда нет эй-эй-эй-эй и тут не потянешь вот опять он бежит и смотрит на змея только что бежал смотрел на змея ну вот ну что делать падаем вниз потом и как-нибудь может найду как освободить змеи и соответственно получить достижением все мы поднимаем брата и начинаем двигаться вместе с ним передвигаться между прочим такие более-менее ну не сказать что очень современные ну и не самые плохие с виду тракторы но не такие как были советские такие металлические колеса с лопатками тут вот все есть то есть это что-то времен как бы было в районе после второй мировой или вообще вместо нее если пион например не было ну бог его знает так что тут у нас дальше не помнится можно залезть наверх и получить ачивку за то что мы нашли цветочка может ачивки не будет но тут вероятно придется парочку раз умереть потому как хочется проверить нельзя ли как-то вылезти на крышу чтобы освободить змеи ну подозреваю что не получится ничего такого так тут наверх дальше не лезет прыгать просто вниз это бесполезно самоубийственно поэтому просто спускаемся ну и там соответственно пододвинем ящик прежде чем переносить брата дальше налево и залезем на платформы слева чтобы найти первый цветок вот сейчас и проверим засчитает ли что-то вообще ой вообще нам ну поскольку мне кажется тут часть сохранения вот кстати да осталось от демо версии цветок уже открыт и ну как то получается что нет не засчитал нам ничего нового и туда пройти к змею тоже никак не получается то есть что делать а бог его знает что делать давайте попробуем не хочется чтобы он умирал ну аккуратно об не вылазит наверх а если он сейчас прыгнет он походу наверное умрет ну нет то есть как освободить змея я что-то не вижу никак ладно берем брата и начинаем проходить дальше как освободить змея возможно я покажу другой раз эй-ей-ей а вообще может можно это сделать с братом ну давайте попробуем еще разок завезем зави занесем сюда брата вдруг что-то нет может какое-то освещено место освещено куда можно положить врата нет ну то есть ничего нет либо я не знаю как это сделать и я да я не знаю пока что как это сделать собственно я сейчас прохожу это считаете в первый раз не в демо версии ладно двигаем ящик к вагонетке и перелазим через нее соответственно продолжаем движение дальше может там как-то еще можно проникнуть на крышу ну вот например вверху сейчас тут что-то есть так ну тут то мы можем положить не можем только там где прямо вот освещенное вот совсем окей так что сюда достает тут мы должны открыть вторую половинку окна или что это там такое верху окно никаких проходов наверх не видать для в качестве эксперимента попробуем вывести наверх но дальше потолка лизе не лезет но вот как бы есть дальше не лезет а спрыгивает если спрыгивает то только на платформу но так странно ну что нам остается ну что отодвинуть брата перенести его на вот эту перевернутую вагонетку какой-то вот странный глюк тут с освещением ну что поделаешь так братец сидит тут нам же надо к вагонетке вот как хорошо прыгнул да прыгнул куда надо ну для чистоты эксперимента было бы неплохо и тут на самый верх залезть и попробовать пролезть выше чем потолок но я думаю ничего не получится нет дальше просто не лезет так вот мы выйдем вместе с братом сейчас вниз чтобы спустить вниз вот эту вагонетку вообще еще тут ни разу этого брата не давил вагонеткой поэтому и не знаю что будет ну пробовать тоже как-то не охота и так понятно что раздавит и все равно вот этот младший брат выглядит крупнее чем старший ну по крайней мере туловище и голова так вот здесь не единственный шанс вернуться по крышам к змею но скорее всего мы тут наверх не попадаем никак наверное нет вообще как-то странно вот так вот из какого-то фермерского ангара ну не ангара амбара попадаем внезапно в зону какую-то индустриальную индустриальную ну может так надо так ага конечно вверх по трубам но тут все просто я вот что думаю может стоило попробовать прыгнуть сейчас с трубы на лево я не вижу тут никаких устройств чтобы туда можно было закрепиться как-то и переправиться на ту сторону ну в общем пока что как освободить змей я не знаю может это будет где-то дальше может уже было и я это пропустил более вероятно так что пока про проходим дальше ну обычным прохождением смотрите-ка даже прыгнул нормально помнится это была лесопилка упасть туда не хочу ну тут опять то же самое надо включить конвейер ближний к нам чтобы двигались бревна по нему в дробилку какую-то не знаю как это действительно как это сказать то дробилка а стружка делака как атак так включаем конвейер ну и что и бежим ближайшему бревну который упадет в эту дробилку ну наверное ближайший будет это главное не забыть спрыгнуть с него вовремя налево ну молодец я старался ну первый раз так так еще раз бежим по бревнам вот все хорошо но как то все равно темно несмотря на то что какой то там блеск то есть яркость наверное на максимум включена вот не знаю чего это зависит вот не знаю чего это зависит вот то есть не сразу надо прогодять чуть чуть пробежать по этому бревну ну что оставляем пока что брата и идем может это и с братом можно было сделать опускаем лестницу ну не знаю есть освещенное место это не просто так значит значит надо успеть пробежать с братом ну да без брата вернее ну с братом оставленным там на освещенном месте так опять фреза который просто для декорации но может где нибудь дальше будет что то такое страшно ужасное с фрезой все закрыто назад вроде не вернуться я просто смотрю может по пути какой нибудь секрет прошли мимо ну типа цветка то ли это спиленные деревья то ли это просто чурбачки такие опять роняем ствол вот само собой получается так что тут почти ничего делать и не нужно и сейчас будет бадабум что то тут можно сделать почему вот кстати он горит и не тушится дождем как например тушится дождем бочка с каким-то горючим простой деревянный ветряк и не тухнет а дождя а бочка с горючим тухнет загадка сия великая напоминаю что тут вот тоже есть на крыше здания цветочек попасть туда можно вот тянув бочку которая потухнет естественно вот когда она потухнет и на нее запрыгиваем и наверх цветочку то есть считай два цветочка мы нашли но это из тех что я нашел еще в демо версии и в общем то я знаю где они для чего я тащу с собой эту бочку а ну правильно потому что так мы не достаем все правильно теперь это уже на заднем фоне какие-то даже не знаю что это за сооружение но больше похоже на какие-то цистерны или танки но то для может быть нефти чего-то горючего или удобрение так очередной бигборд которым нам показывают историю дальше про то как хорошо иметь домашнего робота видите роботы то есть уже где-то так 50-60-е годам ну может и позднее потому как робот ну что-то роботизированное во времен второй мировой волны войны вряд ли было бы на компьютеры были размерами с двух трехэтажное здание были на лампах и реле было весело на реле вообще здорово хоп даже не утонул прекрасно опять же заправка ну я думаю это наверное все таки какая-то нефть то есть бензин куда-то туда наверх что-то подтянуть и поставить мы не можем вернуться обратно не можем если тут есть секрет у него как попадать неизвестно если он есть его то может и нет так и мое любимое место в демо версии вот оно точно так же как и в демо версии происходит бадабум ну такое да оттащить бочку под дождь конечно потухнет что опять же странно вот теперь то ее вниз сразу можно и брата положить сюда на верш крышу лифта так вот роняем бочку вниз и ну в общем то на нее прыгаем стоять на ней долго нельзя потому как утонет и теперь чудеснейший лифт вы думаете успею успел с первого раза считаю вот уже навыки есть прохождение волшебного места так как-то наверх забраться мы можем и можем без брата забраться наверх ну-ка брата мы можем не можем оставить брата а тут тут то можем а почему мы под той лампочкой не можем недостаточно светло мухи мешает и мы можем даже залезть на крышу этого здания и все то есть каких-то особых секретов тут не наблюдается ну типа там цветочков или еще чего может тут что-то еще есть в дима версии то может не было а тут есть ну хотя пока что я смотрю дима версия от начала первого вот этого первой главы не сильно отличается сильно не отличается один в один так сюда мы просто так пройти не можем но все так же наверх так и вот тут тоже странное место тут можно просто идти вперед да тут где какие-то колбы с ну не знаю замороженными детьми или что это вообще такое успеть успеть и правильно прыгнуть хоп прекрасно до свидания теперь мы будем убегать от этого мужика с полосками просто какой-то фредди крюгер мужик в полосатом костюме не в костюме уфа еще кстати вот смотрите это колодец у него есть пять спуск вниз это же не просто так правильно мы нашли секрет цветочком а вот дальше нельзя дальше он тонет тем не менее секрет найден откуда мы начнем ну надеюсь не от мужика с колбами я не знаю защита инсекрет давайте еще раз туда заглянем просто люк не защита до недостатки кухню которые остановись все мы спустились под мост что что у нас видео показывается она подгрузилась ну и что нам показывает что хорошо так стать играть детям с домашним роботом и наверно домашний робот если это робот конечно то есть вот на этом месте дема заканчивается и в общем то первая часть нашего уже не дема прохождения тоже заканчивается и уже что будет дальше как вы догадались мы узнаем в следующем эпизоде такой вот спасибо за внимание с вами был джага подписывайтесь на канал ставьте лайки и до встречи в новых прохождениях да и в этом тоже адьес